26 июня стартовал прием заявок на участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Как будет проходить форум в этом году, каков настрой участников и организаторов, и чем же отличается Иволга 2020 от своих предшественниц? В этом году Иволга пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа на официальном сайте форума. Она объединит более 10 тысяч участников, из которых 2 тысячи человек станут резидентами форума. Вот такой онлайн-формат, он все-таки делает этот процесс совсем легким. То есть ты участвуешь в той среде, которая у тебя есть, не прилагая каких-то дополнительных, потому что мы понимаем, что есть любители на воздухе, есть люди, которым это может быть посложнее, они больше привыкли к домашнему уюту, но ради вот какого-то такого интереса они готовы на новые увлекательные приключения. В этом году это остается та же комфортная среда. В рамках образовательной программы Иволги каждому резиденту предстоит выбрать один из четырех спецкурсов SoftSkills по развитию личных качеств и одну из четырех смен форума. Наша победа, мой бизнес, территория для жизни, наука и цифровые технологии. Для участников форума запланировано проведение зарядок, завтраков с шеф-поваром, онлайн-концертов, мастер-классов и других мероприятий. В рамках данного форума будет проходить несколько конкурсов, традиционных уже оставшихся. Первый конкурс, ну его обычно называют конкурс Иволги, да, это, соответственно, фонд развития институтов гражданского общества Привовского федерального округа. Надо отметить, что в этом году по данному конкурсу увеличен максимальный размер гранта. То есть в прошлом году максимальный размер гранта по данному конкурсу составлял до 300 тысяч, в этом году он составляет до 500 тысяч. Также традиционно проходит в рамках форума конкурс «Росмолодежь для физлиц» и там сумма до полутора миллионов. Участники со всей страны соберутся на одной платформе, чтобы общаться, делиться опытом и выигрывать гранты. От Сергивского района уже есть две участницы. Ольга и Светлана зарегистрировались одними из первых. Они рассказали, почему решили принять участие в форуме, как относятся к онлайн-формату проведения Иволги и о своем настрое. Настрой боевой. Ожидаем мы, конечно, победу. Я надеюсь, что у нас все получится. Конкурс – это всегда заряд положительных эмоций. Это всегда проверка, на что ты способен, можешь ли ты. Это возможность завести новые полезные знакомства. Поэтому мы решили проучаствовать в этом конкурсе. В связи с пандемией Иволга в этом году проводится дистанционно. Как ты к этому относишься? Отношусь к этому положительно, потому что мы тоже в нашем Доме культуры проводим очень много виртуальной работы. И это и всякие конкурсы, и акции, и архивные записи выкладываем. Стараемся развлекать народ таким способом. И я считаю, что неплохо справимся и с этим в дистанционном формате. Ольга и Светлана впервые принимают участие в Иволге, но, несмотря на это, девушки уверены в себе и настроены крайне положительно. Мы желаем им удачи и успехов в достижении поставленных целей. Стоит отметить, что в этом году проект не является главным критерием отбора на форум. Хорошо заполненная заявка дает все шансы стать резидентом. Регистрация потенциальных резидентов форума проходит на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Прием заявок завершится 20 июля 2020 года. Дарья Колесова, Денис Ветрюк, Деинформационная служба новостей телекомпании «Радуга-3». Продолжение следует...